Павел, я недавно вела занятия у своих студентов. У нас как раз была тема манипуляции. И одна девочка сказала с такой гордостью, что она молчанием, так сказать, наказывает своих родственников. Или в английском языке есть такое выражение silent treatment. И как делать, что делать, например, вам, если вдруг кто-то в вашей семье, ну я знаю, что в вашей семье такого нет, наверняка. Но в чьей-то семье вдруг другой человек использует это. А это вообще просто одно из самых худших вещей, что можно себе представить. Это игноринг, это просто полностью игноринг. Нет, нет. Смотрите, мы опять выходим из позиции, что они такие внутри себя. Сейчас я помолчу. Люди молчат, потому что они боятся что-то сказать. Потому что если они скажут, такая клоака разверзнется. Прям дорога в подземный мир откроется размером с Кутузовский проспект в ширину. Вот люди вот этого боятся. Люди молчат, потому что их душит обида. Люди молчат, потому что им тяжело, им плохо. А мы всегда думаем, что ну как бы я же не вижу, что у другого кровь капает из раны на животе. Значит, у него ничего не болит. Мы не можем понять, что с другим человеком происходит. Поэтому нам кажется, что если он что-то делает, что нам неприятно, значит ему в этот момент нормально. Просто он специально, гад, такой делает что-то, что нам неприятно. Я напомню, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда вот не может он свои эмоции как-то преодолеть. Не умеет, не знает, не хочет. Ну не может, короче, не важно. Не получается у него. Но у других такого быть не может в принципе. Если они молчат, значит это точно глубоко продуманные концепты. Если он не согласен с тем, что я вот рассказываю о своих воспоминаниях, значит это по-любому газлайтинг. Не может же быть других вариантов. Ни в коем случае. А я скажу так. Если уж вопрос о том, что делать в этой ситуации, я опять про, а что хочется делать? Можно сказать себе, ну молчишь, ну молчишь, ну у тебя пройдет хорошо. Вот мне однажды был такой случай. Приходит, значит, я показывал как-то фильмы много, в определенный день недели, когда в Москве жил. И, значит, приходит ко мне женщина и говорит, Павел, вы разрушили мой брак. У меня сердце упало. Я думаю, блин, ну я же никогда, я же всегда стараюсь, чтобы только укрепляли отношения. Я считаю, что если человек пошел к психологу и пройдя какой-то курс занятий, тренингов, еще чего-то, он этот человек разрушил, ну как не разрушил брак, а ушел из брака, это скорее недоработка психолога. То есть я не гордился бы такой ситуацией. Я такой, блин, ну ладно, давайте. Лицо-то я держу нормально, да, это все внутри происходит. Я говорю, расскажите, пожалуйста, подробнее. Она говорит, раньше как было? Я обиделась, муж, давай вокруг меня скакать, чтобы я пришла в себя. Причем я подчеркиваю, обиделась не потому, что ей захотелось, а потому что у нее такие чувства. Что-то возникло, и она на это так вот ответила. Такая у нее модель когнитивной реакции. Говорит, а что теперь? А теперь, говорит, муж сходил к вам на какой-то фильм и услышал там вот такой рецепт, что если человек обижается, скажите ему, да, я все понимаю, тебе нужно время, конечно, я отношусь с уважением к твоим чувствам, когда ты будешь готов или готова, приходи поговорить. Я теперь в обиде, а он такой говорит, да, я тебя понимаю, я с уважением отношусь к твоим чувствам, конечно, тебе нужно время, чтобы это пережить, я буду на кухне, приходи, когда будешь готова. Говорит, я сижу как дура и не знаю, что делать. Обида-то никуда не делась. Ну так он хотя бы козлом скакал, и мне было легче после этого. Обида быстрее проходила. Сейчас я не знаю, что ли, вы разрушили мой брак. Но она это говорила, в общем, с юмором. С юмором. А что вы ей посоветовали делать в таком случае? Я сказал, ну вы знаете, нужно тогда разбираться, как это получается, что так много обид, кто что делает, и там большая работа, короче. Они без меня разобрались, и насколько я знаю, там что-то хорошее. Павел, а я недавно брала интервью, я пока его еще не выложила у себя на канале, про игры с Татьяной Безиной. И там Татьяна сказала, что люди есть, которые делятся на тех, кто любит обижаться. Первая категория, я знаю, что вы не особенно любите категории, да? Те, кто обижаются, те, кто любит обижать. И те, кто не любит ни того, ни другого. И говорит в этом же интервью, что с Анной не пытайтесь не обижать ее, не пытайтесь обижаться, потому что с ней это не очень пройдет. Для многих же это так сладенько, да? Кто-то что-то может... Обижаться? Да, 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 да. Да ни для кого это не сладко обижаться. Кто придумал? Люди делятся всего на две категории. Одним нужны деньги, а вторые сидят на трубах. Ну вы же узнали цитату, правда? Узнала, да, да, да. Вот, все, больше не накатину этого шутка. Нет, никто не любит обижаться. Это распространенное заблуждение, что есть мазохизм. Что люди испытывают удовольствие от того, что им больно. Это неправда. Даже в БДСМ, ну то есть в сексуальных практиках, да, люди не испытывают удовольствие именно от боли. Там идут другие процессы. Я сейчас не хочу вдаваться в химию этих процессов. Но они, в общем, основаны на эндогенных опиатах, которые выделяются, как и бездаливающие. Да, через некоторое время они начинают выделяться. И приходят в состоянии пари. Так это работает. А боль никто не любит. И обижаться никто не любит. Такие состояния, они переживаются человеком тяжело. И когда я слышу, что кто-то там ходит и любит обижаться, я хочу спросить, а много людей любит голодать? Прям любит голодать. А много людей любит испытывать жажду. Там, знаете, так дня два вообще воды не пить, учитывая, что, по-моему, трое суток можно без воды прожить, да? Там, наверное, может, у кого-то побольше, но в целом не очень много. Много таких людей. Много людей любят натирать себе мозоли. Специально покупают такие, знаете, тонкие узкие туфли и прям натирают эти мозоли. По-моему, нет таких людей. Но в психологии кто-то придумал, и все за ним стали повторять, что люди вот они такое любят. Не любят. Люди бы с удовольствием не обижались. Но это случается. Что такое обида? Это последствия рассматривания чего-либо как несправедливого. Вот смотрите, простой пример. Человек переходит дорогу в неположенном месте. Милиционер. На стороне милиции, поэтому милиционер. Останавливает его штрафом, дорогой гражданин, нехорошо себя так вести. Ну, штраф и штраф. Кто в этой ситуации обидится на родного милиционера? Не очень многие. Ну, кто-то наверняка обидится, потому что посчитает это несправедливо. Но большинство, ну, да, да, понятно. Не там перешел. А теперь смотрите другую историю. То же самое. То же место. Тот же человек. Но переходит сначала один, второй, третий, четвертый. Потом наш герой. Милиционер видит всех. Ну, допустим, там они стоят в гаисной машине недалеко. И видно, что они всех видят. Но останавливают только последнего героя. Будет он считать это несправедливым? Будет. И тогда он обидится. Это нормально для человека считать что-то несправедливым. Это встроено вообще в приматов. Мы же приматы, да. Это встроено у нас. Даже макаки-капуцины. Вот такусенькие существа. Ну, если от головы до таза смотреть, да. Вот такие вот. Весом там сколько у них? Килограмм 30, наверное, даже меньше. Чуть больше кошки, короче говоря. Даже они уже понимают, что вот это справедливо, а вот это несправедливо. Я сейчас не буду приводить эксперимент этот с виноградинами. Можно, я думаю, вбить там капуцины, грейп, эксперимент, например. Я думаю, что наверняка вот легко на ютубе можно будет по этим ключевым словам найти. Там реально дают обезьянам одно и то же, они нормально себя ведут. За одну и ту же работу они получают одно и то же. Все счастливы. Вот одна и та же работа сделана, но одна обезьяна получила хорошее вознаграждение, вторая плохое вознаграждение. Все. Вторая обезьяна жутко недовольна. Она обижена и в обиде всегда есть элемент злости. Но не всегда эту злость можно проявить, потому что, например, опасно. В ответ прилетит. И поэтому я там сижу и меня душит обида. Вот обида возникает тогда, когда у меня злость есть, а делать этим ничего не дают. Вот такая эта штука. Если у меня есть злость, но я могу пойти палкой побить, у меня нет обиды. У меня есть справедливое негодование. Так что с обидой это работает вот так. Соответственно, если не хочется обижаться, надо считать, что ситуация не несправедливая. Справедливость это вообще выдуманное понятие. Никто ничего не обещал и так далее. Надо это делать? Не надо? Ну не мне решать. Я не могу это решать за других людей. Но механизмы, они такие. Моя задача рассказать механизмы. Вот это опять работа с моделью когнитивной реакции. Я рассказываю некую информацию, а что с этой информацией будут делать люди, я не могу знать. И я не могу на это всерьез даже повлиять. Я могу рассказывать информацию максимально эмоционально, максимально уверенно. Давать какие-то ссылки на источники. Типа, ну научно, доказано, все. Я могу что-то еще интересно рассказывать, скучно могу рассказывать. Но не более. Что с этим сделают люди, от меня уже, к сожалению, не зависит. Или к счастью. Павел, то есть тогда, если я вас правильно понимаю, вы считаете, что манипуляции вообще нет? Нет. Да, то есть манипуляции нет. Людьми нельзя манипулировать. Предметами можно, людьми нет. Информацией можно манипулировать, конечно. Заголовки в СМИ – это манипуляция информацией. Как подать информацию. Но это ни в коем случае не манипуляция людьми. Это влияние на людей.